Итак, начинаем беседу. У кого есть вопросы, кто хочет задать вопросы? Иногда так случается. Во время ретрита начинает просветлевать. Что ты скажешь об этом? Потому что никто не верит в это, что это такое происходит. Я никогда ничего не говорю. Не буду говорить. Я никогда ничего не могу говорить. Вы понимаете, Космос? Нет, нет. Может быть, кто-то... Он спрашивает, что если кто-то здесь, кто-то здесь, кто-то здесь. Он спрашивает, что кто-то здесь, кто-то здесь, кто-то здесь. Он спрашивает, кто-то становится через меня просветленным. Скажешь ли ты об этом, что он просветлел? Я говорю и никогда об этом не скажу, что кто-то просветлел или просветлевает. Потому что, когда ваш цветок расцветает, автоматически оно распространяет свой аромат. Об этом не нужно говорить. Нет необходимости. Мастер никогда об этом не говорит. Только мастер может пригласить его и сказать ему, иди сюда. Сказать ему, возьми свои сумки и уезжай. Твоя работа сделана. А теперь ты можешь идти. Иди и распространяй свой аромат. Ни один мастер об этом не говорит. Ошу тоже никогда об этом не говорил. Когда он был жив, в его время, некоторые его самесины, ученики просветлевали. Они приходили, и он говорил, хорошо, намасте. Ты расцвел. Об этом нет нужды говорить. Каждый понимает это. И мастер понимает, и ученик понимает это. И ученику нет необходимости быть с мастером. Ты должен быть с мастером только пока ты ученик. Когда ты закончил, ваша работа закончилась, и ученика, и мастера, все. Все закончилось. Ты закончился, я закончил. Я закончил, ты закончил. И он должен идти своей дорогой. Если он все еще в теле, но он просветло, существование дает ему остаться в теле возможности. Нет необходимости быть с мастером. Если существо не захочет, он будет в молчании. Если он хочет, чтобы он говорил, беседовал, он даст ему такую возможность. Если он в семье или работает где-то в социуме, пожалуйста. Для тех, кто стал просветленным, нет никакого значения. У них нет уже никаких планов. Все планы заканчиваются. Он ни о чем не планирует. Он просто течет. Как пожелает существование, так и произойдет. Со мной случилось так. Я стал осознанным. Но перед осознанностью я медитировал. Я ушел от семьи, ушел из социума, иногда уходил. Я не хотел быть в миру. Я не хотел иметь много связей. С медитатором такое происходит. Когда я много контактирую с кем-то, я теряю свое пространство. Если я буду слишком много в миру. Но однажды случилось так, что сознание пришло. И я ушел из комнаты. Но затем я вернулся в семью, туда, где я был. Никакого разделения. Никакого убегания. Потому что везде есть Бог. Я имел все, что имел до этого. До этого у меня был бизнес. И после этого тоже был бизнес. Никто не знал. Я никому даже об этом не говорил. Все было нормально, как обычно. Я знал, кто я есть. Что я закончился. И наоборот, я достал больше заниматься бизнесом. Если я до этого делал несколько часов, то до 16 часов доходила моя работа. Я работал с людьми. Но жизнь продолжалась. Все хорошо. Нет необходимости. Смотрите на меня. Я прибудившийся. А я знал. В последние 30 лет, многие сангьясцы пришли. За последние 20 лет все заявляют, что они просветленные. Если ты просветлен, то тебе нет необходимости оставаться здесь. Иди туда. Хорошо. 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 На третий день он говорит, что я не просветлел. Хорошо. На третий день он говорит, что я не просветлел. Иногда такое случается. И когда они приходят, садитесь со мной. И я говорю, это нет, это не то. Что-то открылось для тебя. Но многие ученики заявляют об этом. Я просветлел. Очень хорошо. Очень хорошо. 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 Часто женщины, некоторые мужчины, также приходят ко мне с андаршей. Очень хорошо. Я просветлел. Они становятся такими городами, большими. Приходят мужчины. И тогда я им подсовываю девушку. И через некоторое время их так называемое просветление заканчивается. Или я сказал, что делай это. И они имеют этот проспект или кондиционер. Униженные люди не могут делать ничего, кроме сатсанга. Это очень плохо. Униженные люди не могут делать ничего, кроме сатсанга. Вы можете находиться в социуме среди тысяч людей, быть человеком власти. Вы можете стать большим политиком. Он считает, что это неправильно, чтобы быть политиком, потому что это фальшивая игра. Но если им необходимо быть политиком, они будут нужны. И потом они думают, что я имею в виду. Теперь я должен открыть центр, открыть ашрам и превышать гуду. Кто-то открывает ашрам, центр, приходит к нему, и он начинает им давать инициации, благословлять их. Приходит кланяться к нему. Много такое случается очень часто. Много таких случаев. Как только большой мастер приезжает, и к нему собирается очень много людей. И когда я провожу сатсанг с людьми, что-то происходит. Несколько людей приходят. Десять, двадцать. Люди приходят, садятся на сатсанги. И что-то происходит. Я благодарю этих людей. Если человек делает такое... Люди приходят, благодарят, кланяются. И говорят, что они мастера, что они просветленные. Такое очень много происходит. Везде. Везде даются сатсанги. Если вы посмотрите телевизор. В Индии есть три канала, только духовных. Три канала. И тысячи людей там выступают. Очень сильные. Но никто из них не прав. Никто не настоящий мастер. Если он настоящий. Например, у меня несколько учеников. Знаете ли вы, есть такой Израиль. Догарь, его имя. Догарь, его имя. Когда я был в Манали, он пришелся уж один раз ко мне. На мой соцсетник. Я был ему благодарен. Мы друг другу были благодарны. Каждый вечер я гулял один по вечерам. И видел, что он сидит на скале. И он тоже пришел ко мне. Мы молча просидели так. Полчаса, часа. Затем мы разошлись. Каждый прошел в свою сторону. И такое происходило ежедневно. Так происходило три года. Он не приходил на соцсетях, но сидел со мной по вечерам. Мы ни о чем не говорили. Он просто приходил, сидел и уходил. Но однажды он сказал, завтра я уезжаю в Израиль. Сначала в Дели, а потом уже в Израиль улетаем. Очень красивый человек. У него чистое сознание. Он стал пробужденным. Затем он приехал в Пуна и стал давать сатсанги. И много людей к нему приходили. Затем он поехал в Израиль. И там тоже люди к нему приходили. Он в Коста-Рике открыл ашрам. Он приглашал меня в Израиль. Он был очень благодарен. Я всегда говорил людям, своим ученикам. Я помогал. Сан-Дарши пожалел. Дай мне. Я всегда говорил. А мои ученики прозят меня, подтолкни меня. Дай мне что-то. Мы тоже есть такие ученики. Один из них уже покинул тело. Урок Митри. Тоже был в Пуне и открыл в Австралии ашрам. Но я ему не говорил, о чем я просто. Он ушел. Когда с ним это стало происходить, просветли ими. И с учениками уши тоже такое происходило. Я говорю, нет необходимости об этом говорить. Мастер только скажет. Если Мастер сказал, что ты просветлел, когда ты признан, что ты просветлел, на самом деле это не так. Когда присутствуешь, только существование знает о том, что ты просветлел, ты можешь об этом и, может, и не понять. Вся природа говорит тебе, что ты просветлел. Но Мастер об этом не говорит. Ну, случилось это и все. Все заявляет, объявляет ему о том, что он просветлел. Многие вещи ему открываются. Поэтому нет необходимости, чтобы Мастер говорил. Он просто свидетель. Возможно, ты и твой Дух, то есть он где-то далеко, за сотни милей. Мастер просто сидит в своей комнате и наблюдает, как все это происходит. Он только лишь поддерживает. Он просто заботится об этом человеке. По-настоящему Мастер Слышна заботится об этом просветленном. Потому что это как новорожденный. У него нет ума. Он не может есть, не может работать, он не может видеть. Это просто ребенок. Мастер приходит и делает ему все. Нет необходимости что-то делать, говорить. Да. Ошо тоже говорил. Он был список около 500 человек. из разных стран. Мужчины, женщины. Более 500 человек в этом списке. Кто-то сам Будда, хисатва. Некоторые становились очень гордыми. Я медитировал, кто-то спрашивал, что происходит с тобой. Кто-то приходит и говорит, о, ты просветленный, возле ошей сидишь просветленного. Я говорю, я не знаю, просто что-то происходит. Это было, как я купаюсь под душу мою. Вот что-то такое происходило, как будто на меня что-то. Как будто что-то на меня проливалось, и я падал в ниц. И я так лежал, сколько висится, затем поднимался. И так происходит. Но такое происходит с каждым, что на него что-то изливается сверху, божественное. А кто-то от этого становится таким гордым, у него эго поднимается. Потому что он возле просветленного. У кого-то такое часто происходит, что у некоторых поднимается эго. И через некоторое время ошей говорил, нет, я пошутил, он не просветлен. Я просто подтру его над вами, что же произойдет дальше. Он просто проверял. Он просто как бы дергал, пытался потрясти энергию, раскачать энергию. И он говорил. Он говорил, многие, с кем не произошло просветление, но они это чувствовали. Я просветлел, тогда я подталкиваю их, подпинули просто. И тогда у них задеваю их эго и смотрю, что с ним происходит. Если эго поднимается, я его просто разрубаю. Если же у тебя нет эго, то ты становишься больше. Так что он сказал, что с ним происходит. Но кто-то тоже говорит. Он взял название Ана-Метра. И для него уже произошло, предоставлено. С одним из учеников Ошов пришел к себе в комнату. Он сказал, что мне очень сложно жить в Ашраме. Он сказал, что мне очень сложно жить в Ашраме. Находиться в Ашраме, есть с друзьями, находиться, разговаривать. Он сказал, что я. Он сказал, что ты? Он сказал, что я знаю. Он сказал, что я знаю. Но почему ты не можешь найти меня? Я не знаю. А, занеси мне в этот список. Немножко сложно. Люди приходят ко мне, кланяются, касаются моих ног. Когда я иду обедать, люди встают. Начинают говорить, вот, просветленный пришел. Уважать начинают. Но я хочу вести с ними обычный образ жизни. И он говорит, убери мое имя из списка своего. Зачеркну его. Он знает, что он. Я знаю, что он. Он достиг, но он не хочет сказать никому. Но этот человек не хотел, чтобы все знали о том, что он просветленный или пробудившийся. Пожалуйста, зачеркну мое имя. Потому что мне очень сложно жить в Ашраме. Они чувствуют, как будто я какой-то супермен. Сверхчеловек. Я хочу быть нормальным, обычным. Вести обычный образ жизни и общаться, как обычно со всеми. Сверхчеловек. Затем, когда он вернулся в Индию, Свами покинул тело. Я бы вспомнил. Я бы вспомнил. Я бы вспомнил. Когда происходил самая последняя лекция Оши. Очень сильная, мощная. Она встала чуть-чуть с Брахмой. И я тоже был сомнев. В небольшом холле мы сидели. Оши пришел. Начал давать сатсан в пунь. Я сидел где-то в конце. И два часа была такая мощная энергия. Такая огромная энергия. Мощная, сильная. Затем он ушел. Мощная. И вокруг меня 8-10 пупилей. Они все пошли. Когда я открыл глаза, увидел, что вокруг меня люди все в поклоне находятся. И я пошел к ним. Я сказал, да. Он очень мощный. И я тоже поклонилась. Сказала, что он очень хороший. Затем он мощный. Я проснулся в моей комнате. В середине ночи я проснулся. И что такое происходило? Как будто я выхожу из тела. Очень было трудно спать. Было очень сложно находиться в теле. Я хотел уйти из комнаты. Для меня комната показалась очень маленькой. Я сидел, закрыл глаза, но я не понимал, что происходило. Но вышел. И утром мы все пришли в Ашрам. В 9 часов на Сатсан. Закрыли главные ворота. Быстро все прошли, закрыли ворота. И сказали, что он покинул ночью тело. Когда мы пришли, тело лежало на столе. Мы поклонились ему. На вечернем сатсану сказал, что он уйдет в космос. Но когда он уйдет в теле, он уйдет в космос. Он уйдет в космос. Он уйдет в космос. Когда он уйдет в космос, то что он уйдет в космос. И эта ночь была для меня очень сильной. Только хочу, чтобы ты не было. Ты просто снили, а потом я вернулся. Моя энергия снили, потому что их энергия снили. Моя энергия как бы касалась вот этого события. ...сотни людей и все чувствовали то, что происходит. А вот когда он говорит, ой, я шучу, в этот момент все его ученики чувствовали негатив. Да, ученики входят в негатив. В мастере есть мастер, он может играть, и вы можете это не понять. Это его работа. Вы не поймете его работу, работа мастера. Вы его поймете, только когда сами станете мастером, когда станете таким же, как он. Таким образом, если кто-то становится прицепленным, нет необходимости говорить об этом. Цветок уже цветет и распространяет автоматически свой аромат. Кто подходит к цветку, он чувствует этот запах. Но как это, каким образом, насколько сильно, никто это не может сказать. Может, через некоторое время мастер скажет об этом, что кто-то просветлен, но вот тот самый момент, он об этом не будет говорить. Это просветление, это дело самого просветленного. Но кто должен быть с этим просветленным, те будут с ним. Никто ничего не делает, это дело тебя. Само происходит. Все, мы закончили, теперь ты можешь идти. Но если по-настоящему кто-то просветлевает, мастер отправляет его, отсылает. Но это не происходит отрицательное. В негативе это происходит. Просто человек уходит. Будда. У него был Сари Будда. Он стал просветленным. И Будда сказал, иди. Нет необходимости быть. Иди. Распространяй. Аромат свой. Очень сложно покинуть. Я не могу уйти от тебя. Так люблю. Но потом понял, что ему нужно входить. Но у меня есть одна просьба к тебе. Скажи мне. Куда я должен идти? Куда я должен идти? Ну, они были в Индии, в разных городах. У каждого свой путь, где ты будешь на севере, на юге, на север, на западе. Я буду знать. Я буду знать, что ты на востоке. Я буду кланяться в этом направлении. Если для просветленного кланяться в Мастер, то все равно кланяться самому себе. Нет необходимости кланяться. Нет Будда, нет Сари-Будда. Оба закончились. Но это его благодарность. Это было просветление настоящее. И, кто любит кого-то, что случилось, и что-то случилось с ними. И что-то случилось с ними. И что-то случилось с ними. С мной. Но когда с кем-то что-то происходит, они начинают ко мне плохо относиться с негативом. Некоторые из вас начинают говорить. С найдоши не мучить. Иди сюда, иди сюда. Вокруг меня такое происходит. Что-то происходит вокруг меня. Некоторые из вас начинают говорить. Кто-то просветлевает. Я говорю, иди на три месяца в молчание. Ни с кем не разговаривай, ни с кем не связывайся. Не общайся. Когда какой-то свет начинает проливаться, укрепи этот свет, будь один, молчай. Многое происходит вокруг меня, но ты не слушай. Он был такой человек, который сказал людям, что я иннайтен, я иннайтен. Он все время следовал за мной, хотя он говорил, что не ходи со мной. Самое интересное, что он не находил новых людей, а был с моими людьми, звал их к себе. Он сказал, что я иннайтен. Смотри, ведь я простой тлетный. И он чувствует, что он меня поднял. И ты идешь к Мастеру. Вы должны кланяться мне, как мастеру. Некоторые люди чувствовали, а некоторые люди не чувствовали это. Это не так, что это не так. 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 Мы можем чувствовать это. Почему вы хотите сказать, что я иннайтен? Я иннайтен. Я иннайтен. Я иннайтен. Я иннайтен. Это не диплом, который выписывает, подтверждающий, что ты просветленный. Никто его не понимал, но постепенно случилось так, что он медитировал с теми, которые когда-то потребляли наркотики, мы сидели с ним, они играли в тотализатор, и он выигрывал постоянно, он помогал людям, выигрывали тоже в тотализатор. Он называл, допустим, число восемь, ей восьмерка выходила, если один, то один, так и он выиграл, и он стал знаменитым, и вокруг него очень много членков собралось. Они давали ему еду, делали все для него, называли его Баба. И он тоже начал потреблять наркотики. Затем он упал вниз, опустился. Однажды, когда мы встретились, он сказал, что моя жизнь закончилась. Все тоже самое вернулось ко мне. Все закончилось. Я был бы бхагаван, но бхагаван не случился, и я сейчас внизу. Дэвид. Дэвид. И он чувствовал что-то в себе такое, и не очень хорошее, что через десять дней он покончил собой. Он был в высоком пространстве, но упал оттуда, вниз. Он почувствовал, что жизнь закончилась, и он покончил с собой. Я ему говорил, будь три месяца в одиночестве, но он не послушался. Если ты был три месяца, это будет твой месяц. В одиночестве укрепилась бы твоя просветленность. Слабость сильная. Но этого не случилось. Поэтому я говорю, будьте в одиночестве, езжайте туда, езжайте сюда своим ученикам. Некоторые слушаются, а некоторые нет. Зачем ты меня посылаешь туда? Зачем ты меня пришла сюда? Возмущаются. Уезжают, допустим, через день они звонят мне, хотят вернуться. Я говорю, нет, оставайся. Некоторые относятся к этому очень негативно. И некоторые покидают меня, уходят от меня. Они говорят, я хочу быть с ним, а он не хочет, чтобы я был с ним. Для меня нет никакого значения, ты здесь или там где-то, куда я тебя отправил. Какая разница? Но если чувствуешь репрессию, что-то с тобой не так. Если ты к этому относишься позитивно, то хорошо. Если чувствуешь негативно, что-то с тобой не так. Люди приходят ко мне очень близко, все дует для меня. Потом впадают в негатив. Некоторые становятся прям как слуги, рабы. Но если ты возле меня находишься, конечно, тебе будут говорить, сделай то, делай то. Но я говорю тебе то, что правильно для тебя, то, что тебе нужно, то, что тебе помогает. Говорю тебе быть на сацанге или наоборот не быть. Иди, готовь, кушать. Или тот, кто готовит, я ему говорю, иди сюда на сацанг. Со всеми по-разному всегда. Ну, с мастером быть очень сложно. Но нужно доверять, быть в позитиве. Все это правильно для тебя. Но если ты это не принимаешь, то ты будешь в негативе. Такое часто происходит возле мастера, вокруг мастера. Тем, кто возле мастера очень близко, часто к ним приходит негатив. Из десяти людей один может находиться в негативе. Соша такое происходило. Возле него были люди, которые сверх негативе. И до сих пор эти люди относятся к нему негативно. Эго очень сильное. Кто-то спросил позавчера по телефону. Почему люди вокруг тебя, очень близко к тебе, приходят в негативе. Что-то происходит. Что-то происходит. Просто нужно любить мастера. А это означает быть открытым. Идти с ним. А почему вкратце происходит негатив? Ты знаешь ли о том, что он в негативе, что он что-то делает неправильно? Почему ты думаешь ту или другую работу? Заботься об ашраме. Я не знаю, могу сказать, что кто-то что-то должен делать. Я не знаю о том, что человек будет обманывать, фальшивить, аферы какие-то производить. Или вор, или убийца. Даже если ко мне приходит большой обманщик или убийца, где у меня нет никакого значения, я работаю с твоей душой. Я чищу тебя. У каждого есть в душе сознание, свет. Оно находится далеко. Приходи, садись, сиди здесь, и, возможно, твой свет станет сильнее и все сильнее. Возможно, ты закончишься. Если имеешь какую-то власть, эта власть закончится. У каждого есть ум. Много или не много, много или мало, но у каждого есть ум. Кто-то ворует, кто-то обманывает. Без разницы. Есть ум у всех. Поэтому ум – это средопривязанность, жадность. Но это закончится постепенно. Все эти плохие качества будут очищены. Ваша болезнь может закончиться, вы станете здоровым. И если даже я знаю, что кто-то обманывает, говорит, я не могу сказать ему «Уходи». Я ему говорю «Будь здесь, ты на правильном пути». Но твоя жадность закончится. Если ты здесь находишься, твой обман, твоя ложь, все это закончится постепенно. Если ты здесь находишься. Я говорю «Самые близкие люди, которые находятся возле человека, я могу сказать им». Они только видят то, что делает Мастер. Это как сутра. Если ты смотришь, что делает Будда, о чем он говорит, как он себя ведет. Как он себя ведет. Ты смотришь. Счастливый смотришь. И что он ест, если у тебя фокус там, ты любишь его. Ты будешь с ним. И твоя настоящая любовь к Мастеру – это когда ты слышишь его. Мастер иногда может делать очень смешные вещи. Даже человек не может представить, что такое может сделать Мастер. Но он может делать. Я никогда не представила, что Мастер такое может сделать. Но Мастера могут это делать. Но они это делают, чтобы они окончили с вашими условностями. Все думают, что Будда должен быть вот таким. Просто Тьёна должен быть вот таким. А он нарушает все, разрушает все ваши представления о Будде. До Оша были какие-то условности в отношении рассветленности, рассветленных. Все думали, что он ничего не должен делать, что он свободен. Но он все эти условности ваши разрушил. Но он все эти условности ваши разрушил. Если ты думаешь, что я не прав, то на самом деле я очень даже прав. Он все идеи, все мысли о проститутности разрушал. Он разрушал привязанности к деньгам. Он может даже сказать, кто может у них купить ту или другую вещь. Он разрушил все идеи, все установки о том, какой он должен быть шестеродный. Все он это разрушил. Но люди все равно продолжают иметь такие идеи и условности. И считают, что вот он правильно мастер делает что-то, а что-то неправильно. Хипокритивно. И я говорю им, кто скажет, что я прав, что я прав, что я прав, что я прав. Да. Если я прав, и вы все равно следите за Ошо, то Ошо – Махакара. Если вы думаете, что то, что я говорила, что он прав, что он не прав, что он сильно не прав. До сих пор люди говорят, что он не мастер, что он фальшивый гуру, что он секс гуру. До сих пор все эти разговоры происходят. У многих есть идея о том, что он такой. Махакара. Его ученики носили оранжевую рубль с малой, ходили по дороге. Каждый день. И люди оскорбляли их. А, это секс гуру пришел. О, идет секс гуру. В своем городе я открыл центр. Медитационный. Приходили мне люди. Здесь нет европейцев. Когда я приехал в Пуну, они пришли со мной. У нас был там один дом. Мы там медитировали, жили. И вдруг я стал очень популярным в Пуне. Были парни, девушки из Запада. С утра начали люди приходить ко мне. Они через стену смотрели, заглядывали внутрь. Мы хотим посмотреть на мастера. На медитацию. Мы знаем, что там происходит. Я не говорю, нет, нет, нет. Мы знаем, что там происходит. Тогда его имя было Раджниш. К нему приходили очень симпатичные девушки и парни из Европы. И все подозревали, что там что-то происходит. У нас такие красивые парни и девушки. Мы тоже хотим. Открываю дверь. Проходите в Буддахо. Я говорю, у меня есть две сестры, мать. Я говорю, у меня есть две сестры, мать. Хорошо, приходи вместе с ними. Я говорю, что они не могут помочь мне. Они возмущались, как мы будем своих родственников. А что такое? Пускай приходят, приходят, приходят и наслаждаются. Ты будешь наслаждаться? Почему бы им тоже не наслаждаться? Весь день я не был занят только этим. Весь день приходили и уходили люди. Иногда мы шли в социум. Пять, десять. Пять, семь человек с запада. Что-то покупали, еду. Пока мы шли в рикши. А за нами шли сотни людей. Потому что они никогда не видели западных людей. Некоторые индусы даже трогали их. Некоторые просто смотрели. Некоторые пристально смотрели. Они никогда не видели. Это нормально. Хорошо, если ты никогда не видел западных девушек и парней. Это для вас очень много. И он сказал, что у него есть украинцев? Я сказал, да. Он сказал, пожалуйста, пойдем дальше. Если что-то там произойдет. Какой-то криминал. Что-то там не произошло. Да нет, мы просто сидим, делаем инститации, беседы. Место, где мы жили, было очень грязным, беспорядки. И они все это вычистили. Затем уехали в Манали. Такие вещи могут происходить. Такие вещи могут происходить. Если происходит с каким-нибудь учеником просветления, то не может происходить. Никто не говорил о мне. Что сам дальше просветлил. Даже первый раз, когда я приехал в Пуна, у меня был друг Пуна, которого была подружка. Мы разговаривали. Мы всю ночь разговаривали. Три дня. Три дня мы разговаривали. Или чай, ели, что-то. На все время беседовали, беседовали. Все три дня. На протяжении двух дней. У меня что-то было как-то. Через несколько дней я уехал. Через два месяца снова приехал в Пуна. И этот друг говорит, «Останавливайся в моей крови». В то время я вообще не говорил по-английски. Я не умел говорить. Вообще ни одного слова не знал по-английски. Я сидел на отчаянии. Кто-то захотел к нему прийти. Он сказал, «Хорошо, пригласи их после ланча». И вот я сидел вот так. И вокруг меня люди собрались. Кто-то спросил. И один человек по имени Мутта спросил. Он сказал, «Вот эта женщина говорит, что ты просветленная. Так ли это?» Я сказал, «Я не могу тебе ответить». Прямо возле меня сидел один человек. Такой сильный, высокий, большой. Большим телом. Он почти, чуть ли не прыгнул на меня. «Скажи, что ты не просветлел». Он такой здоровяк. Я посмотрел на него очень строго. «Я не могу дать тебе ответ». Затем я закрыл глаза. Может, это произошло полчаса, час, больше. Мы сидели в молчании. Все сидели в молчании. Затем кто-то попросил прийти завтра разрешение. Я сказал, «Хорошо». Затем они ушли. И так семь дней происходило. Они приходили в два часа, в четыре часа они уходили. Они приходили и закрывали глаза и так сидели. Никакой беседы. Потому что я сохранял, молчал, не разговаривал с ними. Через семь дней сказал, «Завтра я уезжаю в свой город». Они говорят, «О, давай мы поедем с тобой в твой город». Он говорит, «Нет, не надо. Ничего не обустроено для вас там». Я спросил, «Вы получили ответ на свой вопрос, который мне задали в первый день?» Он говорит, «Да, мы получили». Мы знаем, «Ты просветленный». Да, это правильный ответ. Если бы я сказал, что я просветленный, но вы этого не чувствуете, это тоже неправильно. В следующий раз, когда я приехал в Пуни, мы снова сидели в молчании. А люди все приходили, приходили. Сидели полчаса или больше и уходили. И он сказал, «Когда люди приходят, они ждали, открыли дверь, кто-то уехал, и он сказал, что кто-то уехал. И когда кто-то уехал, он заходил, он сажал, уходили, их выпускал. Вот они заходили, и они садились и находились в шоке». «А что это такое?» «Очень такое молчание в таком сильной энергетике». «Их ум находился в шоке, они не поняли, что происходит». И так много людей начало приходить ко мне, но мы сидели всегда в молчании. «Если человек просветил, только существование знает, что с ним произойдет. С ним произойдет то, что хочет, как захочет существование. Но некоторые хотят быть просто фальшивыми гуру. Просто сидеть в комнате, ничего не делать, тыкать в мобильный, распространять посты. Начинают приглашать, вот я открыл центр, приходите, у меня есть то, у меня есть то». Он начинает приглашать, а вот Оша никогда не приглашал никого к себе. «Кто придет, тот придет. Кто хочет прийти, тот придет. Кому нужно, тот придет». «Фальшивый гуру начинает отправлять приглашение. Мой дом полон любви, света. Возьмите мою любовь». «Ну, если у тебя сердце открыто полно любви, кому нужно, тот придет и получит». «Зачем приглашать?» «Такое говорят только фальшивые». «У них так много мусора внутри, что они готовы все это скинуть на людей». «А эти люди, в свою очередь, друг на друга мусор кидают, свой мусор на других». «Ну, такие люди задают вопросы, но не получают ответы». «Моя девушка не смотрит на меня. Хорошо, а что я могу для тебя сделать? Это твое дело. Решай его сам». «Ну, такие люди уже больше не приходят». «Существование дало тебе ум и тело. Используя его, мастер не заботит то, что ты получал деньги. Он не дает тебе деньги. У тебя есть сознание. Он поднимает твое сознание, твою пробужденность. «Никогда не просите, дайте мне то, дайте мне это. Если вам что-то нужно, это произойдет. Если вам нужны деньги, деньги придут. Здоровье придут». «А кто должен потерпеть банкротство, он станет банкротом. Все может закончиться». «Просто мастер проверяет ваше доверие ему». «В Раджинишпуране жили шесть тысяч человек. Оша создал. Они сами все создавали. Шесть тысяч человек. Они что-то там производили, все приносили. Но через некоторое время этот ашрам закончился». «У людей не было даже несколько рупий, чтобы купить хлеб. И кто-то впал в негатив, а кто-то в позитиве остался. Как мастер хочет. Нет денег. Хорошо. Так случилось». «Снова я говорю, те люди, которые очень близки к мастеру, будьте всегда осознанными». «Если вы будете сосредоточены на том, чтобы наблюдать, что делает мастер, то это неправильно. Как он делает, как он говорит, что он говорит. Это неправильно. Вы впадете в негатив». «Ваш ум создает беспорядок, если вы будете только смотреть, что он делает». «Он может сказать, что это высокая душа, Кришна. А в другой день он может сказать, что такое крытый, что такое Кришна». «Он может сказать, что Кришна развязал войну 5000 лет назад. Он сказал, что война 5000 лет произошла по вине Кришны». «Он может поменять свои высказывания. Сегодня негатив, а завтра позитив в отношении одного и того же Бога». «И люди сходят с ума. Что же он такое говорит? Один день хорошо, другой день плохо говорит». «То есть он как бы разрушает, разрезает вот эти ваши условности. Он хочет, чтобы ваши условности закончились». «Все идеи, условности, уважение, значимость. Все это должно уйти». «Все условности». «Все это разрушается мастером». «Если кто-то становится просветлением, очень хорошо». «Все должно произойти, произойдет. Все здесь от того, насколько много вы имеете в себе эти моты. Вы хотите закончить или не хотите закончить?» «Все зависит от вас. Все зависит от вас». «Когда случается просветление, автоматически распространяется аромат». «Когда Ошо просветлел, через двадцать лет, сорок лет. Он молчал очень много времени. Он не говорил, что он просветлел. Он был учителем, обычным человеком. Никто не знал. Самые близкие его друзья даже не знали, что он просветлел. У него не было большой славы. Несколько людей только знали. Животкулий. Один профессор пришел к нему в комнату в маленьком доме. У него была совсем маленькая комната. Всего лишь. Маленькая кроватка и небольшое пространство. И несколько стульев. Кто-нибудь приходил, сиделся на этой стуле, и они беседовали. Пришло такое время, когда его аромат распространялся, и он распространялся по всем. Это и есть настоящее представление. Почему вы торопитесь? Хотите стать профессором? Пожалуйста, профессором будьте. Хотите домохозяйным? Будьте хозяин мастером, так мастером. Как вы хотите? Вы хотите, чтобы я с вами разговаривала, я буду разговаривать? Никакого хотения, никаких желаний, никаких деланий. Как захочется существование, так и будет. Продолжение следует...